Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов Подхисатва воплощенной Хиракуси Дэнсю 1911 год, дерево-резьба, роспись позолота, высота 50 Хиракуси Дэнсю считают скульптором, который придал новый импульс многовековой традиции резьбы по дереву в Японии Это особенно очевидно в выполненном им изображении Подхисатвы Подхисатвой, существом с пробужденным сознанием, называют просветленного, отказавшегося уходить в нирвану и стремящего спасти все живые существа В пантеон буддизма Махаяны в качестве подхисатв включены реально живущие люди, которые впоследствии, отчасти даже при жизни, наделили мифологическими чертами Среди них индийские учителя и теоретики буддизма Традиционно их изображали в идеально прекрасном облике божества, выполненном по строгим, почти неизменным в веках канонам Наиболее характерными чертами подхисатв стали роскошные одеяния и украшения Поскольку они выступали как символ богатства и изобилия, на контрасте с просто одетым Буддой Однако здесь мастер пошел иным путем, изобразив волевого и несмотря на возраст полного сил человека Его одежда богато орнаментирована золотом, на ней можно распознать мотивы подводного мира Клубящегося в облако, хиральдическую композицию с парными птицами и древом между ними Внимательный, испытующий взгляд из-под нависших бровей поражает своей жизненной силой и энергией Восновит тщательно до мелочей проработанных форм не идеальная схема, а конкретные жизненные наблюдения Жезл Жуй, пожелание удачи и исполнение желаний в руке бодхисатвы Извлаченный трон с прекрасно выполненными львами, символизирующим Будду Говорят о реликвозном характере произведения Ну вот, такое описание нашел в интернете Работы бодхисатва, воплощенный, Хиракуси Дэнсю, 1911 год, Дерево-резьба Текст по книге Великий музей мира Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok